Это несколько наших карточек. Вот это сайт. Кто зайдет, это отец Ахим Крестик, вот он в воде. То вверху написано православный форум. Это сайт, а то форум. Православный форум Игнатий Лапин. На него только ткни, и сразу форум откроется. 1440 тем. А здесь люди православные открывают этот форум православный. Это я вам даю? А как вас встречу, отец Геннадий? Это все на сайте, видимо, как мы подходим, как у него там были, как он благословляет. Все абсолютно. Как у него там наверху, бывает у меня лестовку дарит, я попросил, у меня щетки дорогой потерялись, они уже истрепанные были. Встретились как родные и самые близкие. А сколько вы у него пробыли? Были сколько у него? День или два, или сколько? Сколько боли тут, какой день? Ну, часа три-четыре, может быть. А, один день. Мы с утра заехали. Я оставил Евангелие, я целую коробку там и прочее. Так что поговорили. Помолились, хорошо. Помолились вместе. Помолились вместе. Благословились и проводил. Он худенький. Безусловно. 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 Рад был. Это уже... Он не наигранный. Он настоящий. Решил написать, что чувствует приговорённый к смертной казни. Ну и начальник тюрьмы познакомились. Он говорит, я бы хотел, как будто я запрещённый, чтобы арестовали. Меня со смертника им подержали. Я бы ощутил. Он говорит, ну это не положено. Ну ты сделай как-нибудь так. Он говорит, ну на несколько дней только если. Ну оформил, что арестованы по такой-то статье. Его должны завести, как настоящего заключённого. Он не так, что он подписал и заходи. Он арестован, он к СКПЗ. Его привозят и в камеру смертную. А там тройное убийство его подписали. Ну и пока он написал прошение уже всё как есть. И вдруг ему приходит известие, что начальник тюрьмы умер. А никто про эту затею не знал, кто и кого на начале тюрьмы. Вот теперь он всахался. А теперь он по-настоящему и стал. Он теперь пишет, что я такой-то, а ему никто не верит. А тут, говорит, каждый по рбу гонит то, как хочет, говорит. А то ты что сейчас говоришь? У тебя тройное убийство, это что ты хочешь? Ты посылал прошение. Прошение придёт, посмотрим какое-то. Прошение, наконец, приходит отказать помилование. И теперь он каждый шорох, каждый звяк, а ночью вводит на расстрел. Это расстрел ещё был. Он полуживой, сидит и не знает. И, наконец, слышит камеры ночью. Его камеры подходят охранники и открывают камеру. Открывает камеру, а начальник тюрьмы стоит перед ним и улыбается. Ну как? Он так и сел. Он тебе показывает в зеркало. Посмотри, а у него белая полоса, как мукой вот так вот прядь себя через голову идёт. Вот и всё. Ты испытал? Здесь не игра. Когда человек попадает в плен к чеченцам, и он другим видит, как режут голову, то это уже по-настоящему. Он сам связанный, и тыщут ножом ему здесь, примешь мусульманство или не примешь. Это серьёзно. Очень. Уже троих зарезали, он стоит четвёртый. И тогда всё, Аллах Акбар. Всё это показано, как режут голову, всё документально снято. Значит, такая вот комнатка ваша. Мы же здесь были? Или в другом месте были? Вы были в другом. Я не помню. Там что-то где-то внизу, идёшь, идёшь, такими вот коридорчиками. Это, наверное, Анна жила там. А, это Анна. Анна. Да. А у вас тогда ещё отец был живой. Да. А вы мне рассказывали, Тамара Петона, что Игнатий был здесь у вас. В этой квартире? Да, вы мне рассказывали, что был, что ещё и с папой, с мамой разговаривали. А, это не в этой квартире. А, я думала, что в этой. Это не в этой, это в другой. Понятно. А вот в этой я не помню, был или нет уже, когда мы... Не помню. По-моему, нет. Ты, Генна-то хоть раз во сне видела после беды? Один раз видела. Даже не знаешь, да? Один раз видела, что он так стоял. И рядом с ним стоял Виктор ещё. Вот, я не знаю его фамилию или не помню. Он дружил с ним, с тем Виктором. Ну, я не знаю, вы его знаете или нет. Еврей-то такой с бородой, который в церковь стал ходить. А мы где ходили? В этого отец Иона там. Ну, мы на стык ходили. Да. Вот когда умер-то? Полгода вот сегодня. Я просчитал, и мы молились за него в общий. Сегодня полгода. Там отец Андрей был. Он умер. Умер. Он был крутой. Крепкий. Женщина при нас зашла к нему в келью, там благословиться. Он её вытурил оттуда и заново начал освещать комнату. Такое, говорит, после неё зловоние здесь. Она надушилась. А эти данных нет, да? Не знаю. Ну, просто я не знаю. Мы знаем, наш дьякон взять у него. Сестры мои, муж дьякон. Михаил? Да. Он здесь сейчас? Ну, у Агафангела. А он в монастырях, и тут как-то как бы к монастырю. Может быть. Так он так и остался тут при монастыре, в Одессе, всё так. Кто? Михаил. Да нет, конечно, он женатый там, в Ишиме. А второй с ним, отец Ермаген. Это дьякон Михаил? А с ним Ермаген приезжал. А вот Ермаген, он, наверное, монах, видно. Так он тут в Одессе? Не знаю. А дело в том, что, которые, когда вот это были, в зарубежной церкви-то, то некоторые на нас нападали. А сами первые патриархию перешли, а мы-то остались как были, так и есть. Мы признаём благодатность патриархии и никуда не движемся. Имеем эту дивную свободу. Иначе бы они нас просто в один день скрутили. Свобода во Христе дороже всего. Где Дух Господень, там свободы. А свободы нет, отсюда решай, какой там Дух. Вот это, а там нельзя встречаться, там, по-другому. Я ставлю под сомнение духовное его состояние. У тебя основания есть какие-то, что это там вредное ему? Ну, объясни тогда, а не просто закрыт. Там, я тебе запрещаю туда, вот её, ну, баптист с ней запрещает. У нас есть такое, со мной многим запрещали. И спрашивают, а почему нельзя? А тебе зачем знать-то? Запретили, и всё, ты признаёшь или нет? И не Дух Господень, там свободы. Совсем не по-нашему происходит. И мы уже начинаем хотя бы не до конца понимать. Бог делает намного-намного лучше и дальше, чем мы думаем. Мы часто делаем то, что привыкли делать, понаежные. А Господь не желает, чтобы мы сидели на своих дрожжах. Мавгард сидел на своих дрожжах, и вкус его оставался в нём. Бог не переливал его. Ты не был переливаем, как вино. И заброшить я, как меч в чужую страну. Тогда так, мы там все ночуем, у вас тут негде. Ночу негде. А? Есть где. Вот тут. Тогда, Николай, ему полный побой нужен. Не, не, не. Всё, вопроги. Давайте не будем разговаривать. Не надо об этом разговаривать. Баш, это шоферам надо отдохнуть. Около трамвального пути он завтра нас погубит. Нормально всё будет. Ну, какое нормально-то? Всё. Не нормально. Определись. Игнат Тихонович. А? Всё, тему закрыли. Значит, всё так, остаётся здесь. Я тебе приказываю просто. Обязан прийти, спокойно поночевать. Потому что мы можем дремать. Он задремал смерть для нас. А мы много едем. Мы много едем. Вот первые мы ехали, каждый день больше тысячи километров. Да. Так что, забирай свои тряпки и ложи здесь. У нас всё с тобой. И простыни, наволочки, всё есть. Ты отдохнёшь в полной тишине. Никому ты не помешаешь. Мы догадываем. Храма. Два храма есть в Одессе. Два храма на всю Одессу, что ли? На всю Одессу два храма, да. А сколько в Одессе человек живёт? Больше миллиона. Очень много. Больше миллиона. Больше миллиона? Да. Не знаю. Надо в навигатор забить, посмотреть. Посмотреть. Что больше миллиона в Одессе, не знаю. Не слышал. В Воровле 750. Официально они говорят больше миллиона. Харьков отделал другой, Киев. Одесса тоже большой город. Одесса большой город. Одесса большой город. Так, мы за стола сейчас выйдем. А вот эти, которые вы спрашиваете, так с ними никакого общения нет. И вообще мы друг друга даже не знаем. Это украинские вот эти, которые филаретовцы называются. Филаретовцы. А филарету филаретовцы. 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 Ну там они, конечно. Еврей говорит. Пять с половиной человек думает, как друг друга обмануть. Такие еврейские штучки. Ну тут да. Тут это город еврейский. Что-то интересное, вот евреи вот такие обманывают, хитрые, а у меня наоборот, они все хорошие и все мне помогают. Причем большие люди такие, прям банкиры, мне книги-то никогда не издать. И они знают и помогают. Разве это не милость Божья? Просто вот так. У меня бывает. Тамара, вот так вот, подушку подложи под спину и вот так вот полежи. Вот так головой откинься, подремли, а потом сиди там, щетки перебирай, что-то делай, лежи. Не лежи. Ты болезнь просто не выпускаешь из себя. Ты лежишь горизонтально, у тебя в голову вся кровь идет. Этого не надо делать. Да? Так? А как говорят вниз головой стоять, чтобы кровь прилимала в голове? Меня Надежда Васильевна за 46 лет ни разу не видела лежащего на постели. Чтобы я днем лег. Я не могу ничего сказать. Ничего не могу сказать. Бывает так плохо, что я не могу. Я пыталась, я что вот это я пересилю, вот и все-таки я не лягу. Я буду вот там что-то делать, стоять. А потом так сильно плохо, что я уже, если я уже буду упорно все-таки как-то, меня просто я сама упаду и придется мне помощь, чтобы... Так ты не... Я не к тому говорю, чтобы у тебя работать. А ты не ложись горизонтально. Наложи больше подушек, чтобы у тебя голова-то была вверху. Ну, может быть, не знаю. Не знаю. Знаете, Тихонич, что говорите? Я сегодня спал даже днем. Ну, тебе положу, а ты и так измотанный, будь здоров. Ложился, я в башню. Даже днем, то есть ночью не спичит. Я саму говорю, что она меня спрячет, видит, только вот днем я могу присесть, чувствую. Минут 15 мне надо. Я чувствую, а мотор начинает захлебываться. Эх, и годы молодые, да куда же они ушли? Я говорю, баба, а куда ушли? Да за поля там, за леса дорога. Да баба, я найду дорогу, да верну я тебе эти годы, да вместе попрыгаем, поиграем. Она рассказывает, а в зале сидят там бабы и слезы утирают. Да она с таким пафосом рассказывает. Я найду, я их принесу, баба, и ты опять будешь прыгать, играть. Я хотела бы так, как я когда в Потеряевке, с ведерком ходила, туда воду носила утром рано. Только так просыпалась, и моя работа была воды наносить. Теперь у нас там кельи построенные, в которых жить можно. Кельи, там холодильники, электричество в лагере. Отдельно выкопали прямо напротив домик такой для лагеря построенный. Вот он в нем живет. Колодец бетонный, качает воду. А где баня там была, там далеко, то оттуда у нас идет водопровод в баню. Качает воду прудовую из пруда. Огородчик у нас, там садик, пирс. Каждый год идет крещение. Там изменения большие. Ну а деревня-то само собой, это настоящая жизнь. Зимовка. Люди, интернет. В школе там пианино играют. А вот именно у лагеря, у лагеря, ну как сказать, статус другой. Он был лагерь Стан, а теперь он стационарный. На одном месте. Она баптистка старая, еще в Проханов, когда был те, вот, еще в тех времен. Ее, они, она к нам приходила, я еще маленькая была. Вот, и она их учила, родителей моих. Она была очень благочестивая, замуж, она не выходила. Она жила такой монашеской жизнью. Вот эта женщина, Клавдия Семеновна. Ну, потом она умерла. Вот я ее уважала и досматривала ее. Уже, я уже выросла. И, в общем, вот, вот такой сон, вот так приснилось. Вот тут был такой у нас этот, такой диванчик. Вот на нем папа, что-то он, не знаю, лег, лежал, что-то спал или что-то такое. Вот, и снится мне, что приходит эта Клавдия Семеновна. И я ее спрашиваю, где вы? Вот знаю, она уже умерла, я спрашиваю, где вы? А она мне что-то не членораздельно, что-то такое сказала, я не знаю, что. Вот, но я ее потом спрашиваю, а где православные, а где баптисты? Баптисты, она говорит, баптисты здесь, а православные вот там показывают. Вот это вот такой сон. И потом она обращается к моим родителям, вот тут вот в этой комнате, и говорит им, а вы, а меня, когда я только стала в церковь ходить, меня сильно в дома притесняли. Мне не разрешали ко мне прийти, никто не мог. Я, ну, очень первый год тяжело было. И она обращается к ним и говорит, а вы ее не притесняйте, она на правильном пути. Вот такие слова. Баптистка была, я умерла баптисткой. Вот, вы ее не притесняйте, она на правильном пути. Вот это вот такое, ну, сонка для меня многозначительная, для меня поддержка в то время такая была, когда мне так трудно было. Никого мы с Анной вдвоем, и ни поддержки никакой, ничего не от кого. Вот это в отношении. А мама? Мама снилась часто. Вот, папа нет. А мама снилась. Мама при... Сразу, когда после смерти ее прошло, наверное, наверное, это 40 дней прошло после смерти. И я вот так вот стою в комнате, такая белая чистая комнатка, вот, и мы вдвоем. И я ее спрашиваю, мама, как тебе? А она мне, мама, отвечает, говорит, я здесь совершенно одна, но мне очень много помогает Божья Матерь. А я так часто ее огорчала. И мама заплакала, и все, исчезла. Она умерла мать православную или баптистку? Она умерла баптисткой, но я сильно же хотела хоть как-нибудь их к церкви, хоть как-то их в церковь. Вот, потому, ну, дома я постоянно там все и читала, и молитвы, когда я утренняя, вечерняя, она ко мне присоединялась. Вот я читаю молитву, она, каждая там молитва же, каждая аминь качается, она аминь везде, везде аминь. В общем, вот так. Потом она почему-то как-то, в отличие от других баптистов, она очень хорошо приняла и поняла, что надо молиться за усопших и милостыню подавать. Вот это она приняла. Это она понимала, и это она делала. Она мне так, чтобы папа не знал, тихонько там даст мне какие-то рубли там и все, чтобы я могла кому-то... А отец так твердо баптистом? А отец баптистом. Вот, отец не... А потом было еще такое, что она все-таки каким-то образом признала, что на исповедь надо. Я же ж им без конца там это все объяснила, все объясняла. Вот и все. И она уже решила, что вот уже она пойдет на исповедь. А был, я не знаю, вы его помните или нет, когда вы приезжали, был такой отец Василий из греческого храма, который, когда вы приехали и проводили беседу, так мы его пригласили. Он был, ну, тогда он 40-летний священник был еще, отец Василий ему жил, в греческом храме служил. Вот. И он приходил... А знаешь, как мы познакомились с ним? Мы с Дианой зашли и сделали полное поклон, как положено. Ну и в храме никого нет, мы вышли. Он следом, он где-то видел, вышел, остановил нас. А кто такие? У меня так не молятся, так не кланяются. И сразу разговор пришел. Вы, наверное, такие-то. Вот как началось. То есть поклоны нас сблизили. Три поклоны. И мы уже друг друга поняли. Как попало махание рукой, Златовый говорит, бесы радуются. А я этого момента не знаю, а я другой знаю, что мы когда уже вот интересовались православием, и с вами уже как-то общались, и все, у Гены был один такой дружок, друг такой. Виктор его звали. Вот. Он пятидесятник сам был. И. Или Владимир его звали, вроде Виктор. Вот так он был племянник вот этого, жены этого священника. И он сказал, что, а, говорит, так я, говорит, знаю, у меня родственник священник. И мы тогда с Анной сразу, вот, ты нас познаком, ты покажи, какой, вот, и все. И он, написали мы записочку, вот, и все. И, в общем, он нас привел, и мы тогда познакомились с тем отцом Василием. И вот тот отец Василий приходил к нам домой, раза два, наверное, беседовал. Ну, он хорошее, такое впечатление на родителей произвел, такое. они как-то вот его там, не были агрессивно против него настроены. А ну-ка, расскажи, Тамара, как ты посещала кого в тюрьме? Что-то там от охраны где-то прятались, вода была там. Ой, я не знаю. Маша, ты не хочешь, ты ради нас расскажи. Где-то было? Ну, в лагере это, Иосиф и Бондаренко. В каком месте лагерь? Дарьевка, Херсонская область. Это не на Украине? На Украине, Херсонская область. Понятно. Ну и как пришли, с кем туда поехали к нему? Ну, он работал на поле, камыши резали. Все заключенные резали камыши. Мы туда пошли. А вы с кем были? С Филиппом, Анной Филиппом. И как вас охрана там не нашла? Они туда приходили на работу к 9 часам или там к 8, в общем, к какому-то времени такому. А мы еще с ночи туда пошли. А до этого Иосиф написал письмо и нарисовал план, где он будет резать камыши. Это нарисовал. Дерево лежит, дерево стоит. Ну, в общем, короче, все вот эти, чтобы мы найти могли. Мы пошли с Анной туда. И нашли это место и встретились там с ним. А мы уже когда пришли, так уже потом приехала охрана. Машины, собаки там, заключенные. Вот. И как вы прятались? Иосиф нашел нас там. Как-то вы прятались там? Ну, да, в камышах. Там камыши высокие, и мы там сидели в камышах. туда пришел. А там в камышах вода? Да. И вы в воде сидели? Да. Партизаны. Мы когда шли еще... А там фильм такой есть, ты помнишь? Про баптистов-то? Пока искали его. Мы же передачу несли ему. Еду всякую там. Ну, какие-то там еще что-то бумажное там. Я же не помню, какие-то брошюры или что там было. Письма. В общем, вот. Такие супки тяжелые были. Вот я помню, мы идем, значит, ищем то место, где. А там, это было 24 декабря. 24 декабря. А в каком году? Вот какой? Наверное, 60... 64-й или 65-й. Что-то вот так. Я два года как обратился только. Вот. И мы это ходим, значит, среди камышей. Уже было нам опасно и страшно. Слышим, как режут камыши заключенные. А переодетые мы были в мужскую одежду. Штаны такие длинные, сапоги высокие такие, чтобы в воде же там можно было в этих сапогах шапки. Ну, в общем, все вот так вот одетые. И уже нам, конечно, было как-то, мы уже боялись, когда уже слышим, уже режут, уже близко возле нас заключенные, а Иосиф еще не пришел. Еще он где-то там нас ищет. Вот. И я потом, как провалилась, лопнул этот лед, там-то чуть-чуть лед только был сверху. И он прорвался лед. И я с этими сумками и все вот так я до сих пор вот так и погрузилась. Вот так вот. Голова нету. Вот так вот. Она кричит, сумки доставай, сумки, что ты? Под лед, пострадай. Ну, и, в общем, все-таки как-то я там вылезла. Все-таки, воды. Потом Иосиф нашел нас, пришел, мы еще сидели с ним. Все выглядело. Ты так мокрое сидела? Да, вот так сидела, мокрое. И не простудилась. Да, 24 декабря. Это же зима. И даже ни насморка, ну, не абсолютно. Ну, это такое было... Представьте, лед проваливается, она сумками так стоит, вообразие. Это же картина. Это фильм. И мы добыли до конца, сколько они работали. Мы уже выйти-то не могли, уже раньше. Уже мы добыли, уже ушли заключенные, там все. Потом бабка, кому же вылазить? Да, хрена снялась. И мы потом оттуда вышли. Липовна, такая была Вера, баптистка Вера Трач. Хорошая такая девочка, была девушка. А мы тоже с ней поехали к Иосифу. Вот. Пришли к лагерю туда, где он был. Знаю, там, в общем, камень взяли и завернули его и бросили ему записку камнем, чтобы через проволоку. Ну, короче, в общем, мы там с ним на минуточку, на какую-то там, где-то могли, там, Иосифу, там, приветствую. Ну, вот несколько слов. Больше нельзя, там же охрана все. И мы уже там, тоже добыли, пока уже стало темнеть. И уходим с этой верой, вдвоем идем назад уже. И когда мы шли назад, оттуда лагерь Дарьевка. И от этой Дарьевка 30 километров, нет, не 30, 20 километров от Херсона. Мы вышли, и никакого транспорта, ничего нет. Уже стемнело. Это летом, правда, было. Но уже было темно. И мы, значит, говорим с Верой, пойдем пешком. Может, какой-то будет, какая-то машина попутная, или кто-то будет ехать. И как-то нас уже тогда в Херсон привезет в город. И лучше пошли мы с ней. И вот мы идем вдвоем с ней. У меня в руках туфли, такие, зимние такие. Лето, но такие зимние. в туфли в одной руке, а в другой руке сумка. Вот. И там, где туфли зажатые, было 20 рублей денег. Это на дорогу надо было, чтобы доехать до Одессы. И вот так вот, значит, асфальтированная такая дорога, мы вдвоем с ней идем. Прошли какое-то, я не знаю, сколько мы времени и сколько километров мы прошли, но видим, подходит к нам какой-то человек, мужчина, молодой какой-то, начал с нами разговаривать. Спрашивают, о, девочки, вы там куда или откуда или что, а мы говорим, мы вот посещали у нас заключенный родственник, и мы вот это идем, значит, посетили его и идем. Он что-то еще спрашивает, мы еще что-то ему там говорим. И дошли мы к, ну, может, полпути, может, сколько, не знаю. Он так, вот так мы втроем, вот, я, Вера, значит, он вот так втроем идем подряд, он шаг делает вперед, поворачивается к нам лицом, вынимает кинжал, вот так наставляет и говорит, деньги есть? А я говорю, нет, нет денег, вот это держу, зажатые эти деньги, я говорю, денег нет, туфли в руках, потому что сильно иду босиком, тяжело идти, вот, говорю, сумка, открывай, вот, что было, мы там отдали, вот, нет, у нас ничего нету больше. А у Веры еще тогда, это же было ценные часики, вот эти женские, маленькие, на руке, он ей говорит, снимай часы. Она, что-то она там попыталась что-то там объяснять, а я говорю, Вера, снимай, отдавай, говорю, часы. Она сняла, отдала часы. Он как бы отошел так от нас, мы с ней прошли шага три, наверное, вперед и стали вдвоем на колени молиться. Мы, конечно, уже как мы молились, о чем молились, что мы говорили, я воспроизвести не могу. И мы вдвоем одновременно, не по очереди, чтобы там слух громко одновременно мы уже как-то Бога просили и как-то благодарили и что мы просили. И вот мы молились там сколько-то времени, потом встали с колен, поднялись мы с колен, а возле нас рядом стоят двое других. Еще, значит, вот с одной стороны мы вот так вдвоем с одной и с другой стороны двое других стоят. Ну, я не знаю, поняла, вера или нет, а я поняла, что это мы с ним дошли до определенного места, где у него был договор. И что его там ждали, а там посадки были с двух сторон. Вот так дорога, с одной и с другой стороны посадки. Вот, что они уже у них договор был, они в таком-то месте, вот, он дойдет от этого места и выйдут вот те другие, которые, вот эти вот бандиты. И, в общем, они выходят, вот, мы встаем с колен и идем дальше, и начали петь. мы уже пропели там много баптистских разных. Иисус души спаситель, помню, пели, что-то еще там, в общем, а что-то мы пели уже я сама, сама сочиняла и мелодию, и слова, и сама пела, и же не певчая, у меня же нет ни слуха, ни волоса, ни таланта никакого, но там уже оно вот такое, уже такое состояние было, вот, сама уже, она за мной, вот, она потом мне, уже когда вы до СУП приехали, она мне говорит, где ты взяла эти пения? Я нигде, говорит, этого не слышала, откуда ты это взяла? Ну, в общем, мы идем, значит, вот, и поем, и один из них говорит, что, кто вы там, что, а мы стали говорить, что мы, а, или почему вы так поете, или что, вот, а мы говорим, что мы верующие, вот, верим Бога, и мы, значит, ходим мы, вот, в молитвенный дом, вот такой-то адрес в Одессе, вот туда мы ходим, мы знаем, что жизнь наша в руке Божия, а сами, конечно, сильно-сильно, очень мы боялись, и они говорят потом нам, мы не можем поверить, что это вы действительно верите в Бога, что вы действительно, это у вас все, изнутри это мы не можем поверить, вы понимаете, что вы в таком положении, что мы с вами сделаем, что захотим, что у вас никакой нет защиты, и вы вдвоем, и нигде, и ночь уже, вы это понимаете, и поэтому вы от такого страха, от всего, вот это, ну, как бы, вот так вот верите, и все, ну, в общем, короче, мы там объясняли, что мы действительно верующие, в общем, вот приходите в эту дату, на собрание, и знаете, они нас провели до развилки, где пересекала, вот это, где мы шли, а та дорога поперек, шла, и шел какой-то автобус, они подняли руку, вот, и мы подняли руки, они помогли нам в автобус в этот съезд, и мы сели и поехали, а они остались, вот такой случай был. Представь, сколько человек уносит с собой, вся жизнь такая. Вот такой случай. Немножко, но тут нет, тут как-то нет, тут пяных не, ну, как-то тут нет, а вот там на пересеке, вот так, подбирали, лежит там пяный, мы его поднимем, начинаем спрашивать, где он живет, ведем его домой к нему, и в карман ему даем адрес молитвенного дома, и как что-нибудь там такое с Евангелией, или что-то такое, вот, и так вот это такое, потом везде, где могли, только решили, что надо как-то везде проповедовать, и людям говорить, и все, вот, и она пошла в книжный магазин, а книгами мы всегда интересовались, к России такой не было даже литература, религиозной не было, трудно было где-то что-то найти, а такую классическую, так искали там, везде, то Толстого, то еще что-то такое, по магазинам, а у Шамана пошла в книжный магазин, баканистический, вот, и спрашивает продавщицу, ну, за какие-то книги там спрашивала, потом спрашивает продавщицу, а у вас Библия есть? А она говорит, что сейчас, говорит, нету, но, говорит, была, а она спрашивает, а сколько она стоит, Библия? А та продавщица назвала какую-то большую цифру, большую, я не помню, не знаю какую, вот, очень дорого, а она говорит, о, это значит такая ценная книга, что она так дорого стоит, это же не, вот такие книги там, даже дорогие, но все равно не такая, а тут что-то она там, то ли на те деньги 200, то ли 300 рублей, еще это, это еще же были какие годы, 70-е, вот она, и потом, а у Анны маленькая Библия была, такая, баптисты уже, как-то им уже привозили, и как-то уже, в общем, короче, нам досталась Библия, такая, небольшого формата, маленькая, она вынимает ее и говорит, а у меня, говорит, есть Библия, вот, вот она и показывает, а в это время Геннадий стоял в этом магазине, он тоже же по книгам любил ходить, и в общем, он когда, он увидел, услышал, что она, что у нее есть Библия, и она вышла с магазина, он вслед за ней, она, значит, прошла там, сколько там, квартал или сколько, он за ней, вот, и потом он ее останавливает и говорит, и спрашивает ее, вот вы, девушка, вот сказали, что Библия есть, говорит, как бы ее посмотреть или почитать, вот и все, а она говорит, я, говорит, вам могу помочь, вот, Библию, пойдемте со мной, я вас приведу в дом, там, где вы сможете Библию получить, вот и как-то, и она его повела в регистрированное собрание, она привела его туда, это Носерова была тогда, вот, там был областной представитель Василий Ефимович, может, вы его знаете, Владимиренко, хороший человек был, как человек хороший, был такой. Он потом старший представитель? Да, да, он в Москве, потом был еще там во всех Б, потом он назад тут был, я кажется, с ним встречался в Москве. Встречался? Вполне может быть. Вот, ну, и в общем, она его туда привела, собрания в это время не было, это уже рассказывает Геннадий, как было, говорит, меня больше всего тронуло, это то, что Анна с ним пришла, вот Василий Ефимович, вот студент в университете, он учился на историческом, уже на последнем курсе историческом факультете, говорит, вот я вам привела, к вам привела вот молодого человека, который интересуется религией, Библией, хочет, и все, Василий Ефимович вынимает, открывает шкаф, стол, шуклядку со стола, вот, и достает там Библию, и дает им, и это Геннадий рассказывает, говорит, меня это больше всего поразило, что он мне отдал Библию, в то время это была неоценимая книга, ее достать трудно было, и он мне ничего не сказал, ни документа у меня не взял, не спросил моих данных, там, где я, что я, откуда, вот, и все, и ничего, а вынул, дал, и сказал, что вот, начитай там, или что-то еще там ему сказал, вот, и, ну, Геннадий пообещал, что я почитаю и верну, вот, я не, 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 не буду злоупотреблять доверие, и он, говорит, это сыграло большую роль у меня потом, что верующие люди, они, вот, потому что, говорит, в мире я бы такого нигде не нашел, что какую-то дорогую вещь, что-то дорогое, и вот так незнакомому человеку кто-то дал, вот, и он потом стал, Геннадий, ходить туда, насированный в собрании. А почему его считали, что он КГБшник, Геннадий? А потому, что не только его считали. Смешно, но некоторые Анну Филипповну считали. Были такие, которые ее подозревали, что она, Филипповна тоже работает там, с властями, потому что сильно преследовали власти. Там много же девять судов было в Адасе, по птисту. Девять судов, и один, например, девять человек были на Скобье под судей. А вы Бойко слышали такого? Ну да, вот, и Бойко, Бойко с Вознесенской. И Николай Ерофеевич. Да, он не в Адасе, он в Вознесенске был. Вознесенске-то городок, Адасской, Адасская область, городок, ну районный такой центр Вознесенск. он уже, он уже, он был последняя партия, уже последняя, после него уже судов не было, уже последняя. Слушайте, чаем будете? Будете чаем? Сдавайте.